На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли Агарь назвать суррогатной матерью? Есть современный сериал «Рассказ служанки», где библейский сюжет с Агарь преподносится авторами именно в контексте прецедентно-суррогатного материнства и его оправдания. Ничего не могу сказать по поводу контекстных взаимосвязей с данным произведением, я с ним не знаком, но относительно Агарь и суррогатного материнства мы скорее можем ответить на этот вопрос положительно. Положительно отвечает на него и современный иудаизм, который, собственно, ввиду прецедента с Сарой и Агарью относительно спокойно относится к теме суррогатного материнства, в отличие от христианства. Относительно тогдашнего, скажем так, уровня развития технологий, конечно, суррогатное материнство Агарь совершенно не таково, как, например, суррогатное материнство, осуществляемое в рамках как раз технологий современных. Можем обратить внимание на соответствующий текст. Это 16 глава книги Бытия. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачела. Увидев же, что зачела, она стала презирать госпожу свою». Далее история-то развивается самым мрачным образом. Собственно, мы видим здесь такого рода прецедент, когда Сара, принимая условно так называемый обряд, принимая на колени рожденного ребенка, принимала его как ребенка своего. То есть, хотя Агарь является абсолютно биологической матерью с точки зрения современной, но для того момента времени мы могли бы соотнести ее роль с ролью суррогатной матери. То есть, ребенок, которого она вынашивает, в некотором смысле слова является совершенно ей непринадлежащим. Его отец Авраам, его формальная мать должна быть Сара. Но весь дальнейший рассказ, собственно, и обуславливает ту позицию, которую занимает православная церковь в вопросе суррогатного материнства, говоря о том, что столь органичны, естественны связи между матерью и ребенком, что, безусловно, отторгнуть ребенка от выносившей его матери бесчеловечно, и обращаться с женским телом, как с неким сосудом, который существует для определенного рода употребления, а не как с целостным человеком, перестать видеть в женщине целостного человека. Это ужасно, преступно и аморально. И, собственно, вся последующая история 16 главы и развивающаяся, собственно, отдельным образом в главе 21 указывает нам, что такого рода решение и Сары, и Авраама было исключительным, во-первых, знаком их недоверия Богу, потому что Бог обещает Аврааму потомка, и он никак не рождается. Соответственно, Сара решает взять ситуацию в свои руки, и получается просто ужасно. Мы видим, что это вносит разлад в отношения супругов. Это вносит предельное недопонимание в отношениях между Сарой и Агарью, которые до этого находились в одном контексте отношений, госпожи и служанки. Здесь же оказались в контексте отношений совершенно иных, к которым никто из них оказался не готов, в отношениях, казалось бы, двух равных, двух жен одного господина. И заканчивается это все самым драматичным образом. В конце концов, Авраам изгоняет и Агарь, и ее сына, которые становятся предельными жертвами и заложниками этой ситуации. Относительно них, конечно, имеет свой промысел Бог. Он спасет и Агарь, и Измаила. Но по факту акторами, начальниками этой ситуации, которые запускают ее в бытии, являются недоверяющие Богу Авраам и Сара на этом этапе. Поэтому еще раз повторюсь, да, мы можем говорить о примере с Агарью как о прецеденте суррогатного материнства, но именно из подобного рода соотнесенности и произрастает твердая уверенность церкви в совершенной ненормативности любого подобного рода технологий. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok